И всем привет, ребят, с вами Сарбанки, сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видео-ролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем играть на нашем любимейшем АРС-игроме с одним очень интересным дроном, это дрон Кемпер, это то сочетание, которое на сегодняшний момент времени для меня лично является одним, наверное, из самых лучших, если не самым лучшим. Ну и попробуем все это дело реализовать с гиперскоростными снарядами, на громе запикаемся как можно больше катку и посмотрим, насколько эффективно можно будет реализовать эту комбинацию с Кемпером, безусловно, на сегодняшний день лучшая реализация этой комбинации, по моему мнению, это, конечно же, с Кризисом, но с Кемпером тоже есть возможности, и он не ест дополнительную расходку, соответственно, это один из альтернативных вариантов для использования и реализации этой комбины, нас закидывает на, ну, наверное, не самую лучшую карту, но режим хороший, режим 100% хороший, и будем смотреть, будем пробовать штурм за атаку на Рио, как же будет показывать себя этот громчик, будем ловить дистанцию, и смотреть, какие цифры у нас будут вылетать, если противник как раз-таки будет кучковаться на своем спауне и на точке в целом, то, может быть, будут моменты, когда у нас даже с плэшом будет от пальмы залетать неплохие тычки, плюс, конечно же, с этим дроном нужно играть от дроповой расходочки, в нашем случае это ДДшечка, потому что только при нашем фулл хп у нас супер хороший урон на этом громе, поэтому позиция нашей кемпы и ДДшного контроля здесь точно присутствует, и мы будем играть от этой зоны, ну, и посмотрим, насколько хороший результат нам удастся дать, какие вообще цифры будут вылетать с этим дроном, потому что, например, с кридисом у нас максимальный урон, который может вылететь, это 4700, если я не ошибаюсь, ну, около 4700 урона, здесь у нас, я смотрю, стычки уже 5400 летит, уже 5400, уже поинтересней цифрочки, уже поинтересней контентик, и я даже не знаю, максимальная ли эта цифра, либо же может вылететь еще больше, так, и у нас прошло уже 2 минуты, я не видел дроповой ДДшки передо мной, я вижу, что ДДшка дроповая есть спереди, но терять позицию, ехать под нее, ну, не знаю, насколько это целесообразно, также, можно такую комбинацию пробовать реализовать с тем же Гиперионом, и рассмотреть ее с этим дроном, если вам было бы это интересно, то напишите по этому поводу в комментариях, поддержите данный видос лайком, ну, и, если в этом будет, прям, в видосе хорошая бомбическая активность, то, как раз-таки, я думаю, что мы вместе с вами сможем реализовать эту всю комбинацию с Гипериончиком, пока что у нас все складывается очень неплохо, Кемпер также является супер пассивным дроном, на сегодняшний день, как раз-таки, для контроля позиции и наноса дополнительного урона, и в рамках этого боя у нас уже есть, не сказать, что шикарные, но неплохие цифры, неплохие цифры, также не забываем отыгрывать от Пальмочки, от которой, как раз-таки, урончик в моменте залетает прям супер бомбический, и обжимаю овердрайв противника, который пытается нас выпушить, дабы, как раз-таки, он не наносил супер большой урона, ну и я так понимаю, что максимальный урон, который может здесь вылететь с нашим замечательным громом, это 5400, 5400 урона практически на 1000 урона больше, чем с кризисом может залететь, но, если на кризисе у вас без разницы, какое количество здоровья, то здесь у вас должно быть именно фулл, очень благодарю сильно диктатора, который вжал мне овердрайв, потому что в такой ситуации это прям, ну, жест очень хороший, и игрока, который реально готов саппортить тиммейтов, да, я бы сказал, наверное, так, это очень круто, что такие игроки есть, но мы продолжаем держать позицию, 22 килла у нас уже есть за 4 минуты на Рио, честно, я Рио в рамках стримов своих перепикивал, даже в штурме за атаку, и не знаю, почему я это делал, потому что вот сейчас, например, я контролирую позицию, и понимаю, что, в принципе, это вещь реализуемая, и можно позицию удерживать и хороший урончик накидывать, плюс противник хорошо становится сплошом, если подточка еще стоит, то вообще залетает супер сладко, 90% овердрайва у нас уже есть, совсем скоро будет овер, ну, и нам, конечно же, желательно сначала сливать тех противников, которые пытаются нас выпушить, которые пытаются нам дополнительно здесь урончик какой-то вкинуть, мне чуть КП сняли, соответственно, мне нужно либо вжать овердрайв, давайте вожмем овердрайв, в аптечку у нас оставалось еще, плюс, может быть, сольем как раз-таки у противника, который под стенкой стоит, плюс нулевой урон еще у нас залетает, 300 урона по кому-то еще противник, ой-ой-ой, как поймал жестко сейчас, степона, очень сильно сейчас поймал на прожатии овердрайва, ну и пытаемся контролить ситуацию, позиционочку, ой-ой-ой, хороший выстрелочек, здесь, ну, прям шикарно открывается вот эта вот зона, в которой можно накидывать дополнительный урон, можно попробовать еще так вот встать, если так будет тоже работать, будет супер круто, ну, это единственное, только я не понимаю, куда моя ддшка девается дроповая, это ее, походу, аккуратненько забирает, так, ну и приехал, наконец-то, противник, меня сливать, меня сливать, 31 кило мы дали, на ноль, наши тиммейты, за счет того, что противник выпушил респы, имеет возможность дополнительно сделать доставочки, а в этом режиме, как раз-таки, доставочки, это очень хорошая вещь, так, и 3000 урона залетает просто сказочно, если у вас есть возможность пожить и не получать урон от противника, то, как раз-таки, этот дрон, он прям супер крутой, но, 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 вы должны всегда не забывать, то, что либо у вас должен быть тиммейт на диктаторе, да, который вам, если что, подсаппортит и даст хпшку, либо же вы должны играть всегда, а можно даже и с диктатором, и дополнительно еще играть от дроповой ддшки, если у вас будет дроповая ддшка, то практически на всем периоде времени работы вашего овердрайва, офигеть, чуть минус не попал, ой, овердрайва, говорю, на протяжении всего времени работы вашей ддшки у вас не будет кулдауна, да, ну, есть момент, когда, конечно, он будет, там, небольшой, но с подбором как раз-таки дроповой ддшки, а если даже двух ддшек, то вообще можно без кулдауна спокойно стоять и контролировать позиционочку, пускаем шар, не знаю, насколько это было целесообразно делать прямо сейчас, при том, что меня особо никто не выпушивал, но я посчитал нужным сыграть так, чтобы еще у наших тиммейтов была возможность дополнительного подпуша, так, прожимаем ддшку, сейчас у нас будет дроповая уже, ой, не дроповая, а моя дд, скорпиончик вкидывает в меня тычки, ну, и мы прожимаем как раз-таки аптеку, чтобы сейчас уже мне никто не сбил мою дд, и будем стараться контролировать позиционочку, у противника есть овердрайв, который они, кстати, не забирают, есть дроповая ддшка, которая падает передо мной, которую мы чуть-чуть подсевим, надеюсь, что ее никто потом не заберет, ставим, кстати, тут тоже дополнительно миночки на всякий случай, 7 минут до конца боя, наши тиммейты потихонечку, помаленечку везут, ну и хорошо, что они особо сильно не торопятся, у меня как раз есть возможность дать побольше киллов и получше реализовать свою комбину, и вообще посмотреть, сколько здесь киллов можно дать на кемпере, потому что сколько примерно залетает с того же кризиса я знаю, а вот сколько залетит у нас с кемпера, это остается вопросом и загадкой в своем виде, так, меня пытаются уже выпушить на максимум противничек, ну и здесь в упоре, конечно, я уже ничего абсолютно сделать не смогу, но у нас 44 килла, у нас 90% овердай, вот именно против таких противников надо всегда в запасе иметь овердрайв, да, если у вас есть овердрайв в запасе, то все-таки возможность наслития таких типов у вас будет на постоянной основе, единственное, плохо, что наши тиммейты сейчас не везут уже почему-то, почему-то не везут, ничего, они не везут, так, ну и пытаются менять диктатор, ой, диктатор, титана твинс здесь слить, уничтожаем его, и как раз-таки вот в таком тайминге уже можно прожимать сразу аптечку, так, очередной раз летит викинг на меня, но он меня точно не сольет, как бы он не хотел бы, он меня в такой ситуации не сольет, плюс еще тиммейты у нас дополнительно страховочку здесь проявляют, и есть тайминг для прожатия овердрайва, и он летит наверх, боже ты мой, ну ладно, нормально пойдет, 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 не так плохо, могло быть, конечно, и лучше, если бы он полетел бы по дефолтной линии, но зато он забрал сверху типа, который мог выпушить, наши тиммейты пишут, чтобы больше не таскали, а то Будда победа, настолько уверен тип в том, что он выиграет этот бой, нифига себе, ну это хорошо, когда есть такие самоуверенные тиммейты, но позже пока что по ощущениям особо у нас не летит ничего к доставкам, но я надеюсь, что если он так уверен, если он так уверен, то он сейчас тащить начнет, он сейчас начнет тащить, потому что пока что все выглядит не так супер круто, как мне хотелось бы видеть, противник с овердрайвом на Вика молоте, лично пробуем его здесь уничтожить, но он, конечно, я не знаю уже, пусть полежит, отдохнет, подумает о том, что он делает, и кого он хочет выпушить, лично, так, НДДшечка, дроповая совсем скоро, по идее, должна уже падать, потому что я начинал как раз таки с дроповой, так, ну и стоим, держим позицию, держим, контролим, но нет, похоже, он ошибся тем, что он писал, походу, он наоборот негодует, что наши тиммейты не могут доставить, скорее всего, в этом ключе он писал, так, ну и у нас противник уже выпушивает рез, уже пытаются прям супер агрессивно играть, и все это сводится к тому, что у нас большие проблемы, большие проблемсы в рамках этого боя, плохо сейчас, что ДДшечку я как раз таки прожимал, тот тайминг, когда у нас падала плюс-минус дроповая, неплохой шарик залетает на три танка, плюс мне дополнительно дает ХП, дроповую ДДшку мы подбираем, ну и пытаемся искать линию, пытаемся искать линию, пытаемся помочь тиммейтам с дополнительным наносом урона, ну и наш Хантер как раз таки делает доставку, прожимаем аптеку, болея на мне сразу сбивает ее, сразу сбивает дополнительную ДДшку моментально, плохо, 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 противник начинает троллить, но урончик-то у нас шикарный, все равно залетать продолжает, три минуты до конца, тысяча очков, 59 килов, 59 килов, неплохой результат, в рамках такой каточки, для кемпера, да, не для кризиса, который по 300-400 расходки у вас за катку хавает, а для дрона, который, ну хорошо, если у вас 30-40 припасов за катку съезд, вот вам и, как говорится, разница, только вот противные такие викинги, мне очень сильно не нравятся, которые еще и выпушивают, еще и уборчики пытаются максимум сделать, мне было бы неплохо, конечно, еще дать пилов, ну и наши тиммейты, кстати, начинают доставлять, это очень круто, это очень круто, что у них появляются возможности на доставку, есть викинга Тесла, который пикает через верх, пробуем ее сразу забрать, твинсо забрали сбоку, ну и пробуем сейчас сделать накидку по центре, как раз под доставочку, чуть нам урона сбрили, буквально миллиметрик, но в такой случае прожимать аптечку я не вижу никакого смысла, таскаем, прикрывайте, не стойте, пишет мол, еще Брэн, они так хотят выиграть, честно, у меня даже хочется тоже попробовать доставить, но на кемпере доставить, это выглядит супер сложно, это выглядит супер сложно, сейчас у нас еще викинг стоит здесь на респе, овердрайв падает дроповый, овердрайв, летит меня дроповый, так, пробуем вжать сейчас овердрайв под нашего тиммейта, который как раз таки сможет поехать пропушить по зоне, так, вот так вот сделаем, надеюсь, что он летит наверх, а не вниз, нет, он летит вниз, емое, бедно, а вот это можно было как раз таки неплохо реализовать под доставку, но он наоборот испугался и поехал назад от этого овердрайва, и дополнительно делаем еще киллы, делаем еще реализацию, ноши комбинации, чистим доставку, может быть тиммейты залетят сейчас под нее, но все-таки мы сливаем эту катку и заканчиваем ее с 6-ю, 10-ю, 7-ю киллами. В целом, есть нотка грусти, то, что мы проиграли этот бой, потому что, если честно, я бы хотел его выиграть, но с кемпером и с таким сочетанием помочь, ну, наверное, крайне сложно, даже если бы я поехал бы подбирать бы флаг, вряд ли что-то бы у меня бы получилось, но так, в целом, даже на такой карте, как Рио, при удержании позиции и правильного грамотного контроля дропа, можно дать очень большое количество киллов и реализовать эту замечательную комбинацию. Я, в целом, целиком и полностью доволен результатом и могу сказать, что с этим вооружением можно играть с кемпером. Это будет полезно, это будет работать и это будет с точки зрения траты ваших расходников очень-очень экономично. То есть, это, грубо говоря, китайский кризис, который работает только при своем припасе и при фулл хп, но на большой карте и при определенных ситуациях, как раз-таки, когда у вас будет фулл хп, у вас будет возможность хорошей реализации. Но если вам будет постоянно сбивать ддшку, то вы будете играть просто с обычной расходкой. Но, как показал именно этот бой, с дополнительной ддшкой я стоял крайне-крайне неплохо. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу кемпера. Поддерживайте обязательно данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный, так и за тег-темп, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч тонкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. И у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.